Я рад приветствовать все собрание Божьего народа, святых Божьих детей, которых Он искупил себе кровью в церковь. И вместе с вами, благодаря Богу и поклоняясь Ему, не только говорить слава Богу, но сердцами своими льнуть к Нему. Давайте Бога за эту милость прославим. Слава Господу! Слава Богу, что мы Его народ, Его дети, Его наследие, и что у Него всегда есть к нам, что сказать. За это мы, конечно, благодарим Бога. Бог, мы так благодарны Тебе, что у Тебя есть всегда к нам, что сказать. В чем мне помочь? Или чем мне помочь? Но мы будем благодарить Бога искренне, сказав Ему, Бог, благодарим Тебя, что у Тебя всегда есть в чем меня поправить. Аминь и слава Богу, раздается все скромнее и тише. Друзья, но ведь то, что нас нужно поправить, это наша необходимость. Это наша необходимость. Это говорит о том, что Бог всегда имеет заботу приблизить нас к Себе еще ближе. Вот для этого и поправляет. И за это мы скажем слава Богу. О, другое дело. Мы с вами слышали сегодня, уже как через пение и группы сестер, и через стихотворение, Бог каждому из нас обращается, чтобы мы смелее следовали за Ним, чтобы не стеснялись, не боялись жить святой жизнью, не боялись надеяться на Бога, не боялись говорить Ему о своих недостатках, о каких-то своих потребностях, что вот они у нас есть, и мы не знаем, как их восполнить, не стеснялись в этом сознаваться перед Богом. И если мы так делаем, мы, наверное, показываем, что мы любим Его. Правда? И если мы так делаем, мы показываем, что мы признаемся Ему в любви. Вот с этого факта, который я сидел, размышлял, и думаю, как бы ты мне, Господь, помог чьим-то пением или чьим-то стихотворением вот это вот к этому подвести. Но Бог имеет заботу еще больше, чем мы думаем. Он уже давно об этом позаботился, положив на сердце сестрам и братьям еще об этом спеть и сказать чуть-чуть пораньше, чем я, наверное, собирался. Слава Богу! И вот, знаете, та жертва, о которой говорит нам Слово Божье, о том, что народ Его, который принадлежит Богу, от Него Богом ожидается, что, ну, помимо других вещей, я сегодня об этом хотел говорить, ожидается, что народ будет жертву приносить Богу. И когда Он отделил от народа, живущего на земле, определенную группу и сказал, вот это вот вы будете мой народ. Я буду через вас, я буду вам являться, я буду вам показывать свою силу, могущество, вы будете мой народ. Другие нет, а вот вас я решил. Самый малочисленный, ничего не значащий. И начал определенным действием воздействовать на сознание этого народа, к чему-то особенному, приучая их. Вот других нет, а вот с ними вот так. Приучал их к святости, приучал их к заповеди, приучал их к молитве, приучал их к поклонению, приучал их к жертве и учил их сознание, что за грех должна быть приноситься жертва. Благодарность выражайте свою в жертвах. И так далее, и так далее. И мы с вами в Новый Завет уже, народ Божий, Нового Завета, и видим, что и нас Бог приучает к тому же, чтобы и мы умели возносить жертвы Богу. И Новый Завет говорит нам, что новозаветное поклонение Богу, оно тоже сопровожается приношением жертв Богу. Но эти жертвы не такие, когда кого-то режут животным, отрезают там, убивают их, проливают их кровь и приносят их жизни, приносят их самих в жертву Богу. Новый Завет не эти жертвы подразумевает. Те жертвы лишь указывали на то, что однажды за грех всего человечества будет принесена величайшая жертва, которую по силе и значению ни с чем из земного сравнить невозможно. Это указывало на жертву нашего Господа Иисуса Христа, который сам себя отдал в жертву за наши грехи, на смерть, на издевательство, на казнь, пролил свою кровь для того, чтобы навсегда искупить свое наследие от власти греха, дьявола, ада и смерти. И за это мы скажем Ему «Слава тебе, Господь!» Слава Богу! И автор послания к евреям, он пишет в 13 главе следующее. «И так будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно приносить жертву Богу, плод уст прославляющих, имя Его, а также не оставляйте общительности и благотворения, потому что таковые жертвы благоугодны Ему». Но, друзья, вся Библия учит нас о том, что жертва не только дал и все. она учит нас тому внутреннему состоянию, которое оценивается Богом как достойное, в котором человек приносит жертву Ему. И есть такое состояние, которое отвращает Бога, Его взор от той жертвы, которую приносит человек. Какая бы она по ценности ни была, «Бог говорит для меня драгоценно нечто внутреннее, с чем вы приносите мне жертву». Мы с вами читаем 50-й псалом, где с 19-го стиха следующее говорится к нам. «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Дух сокрушенный. Я начал дословно вникать. Что сокрушенный? Ну, мы понимаем из таких выражений «сокрушался и плакал» и так далее. Но как бы поточнее подразжевать. Оказывается, это разрушенный, разбитый, разломанный. Как же так? Что я должен сделать своим сердцем? Каким образом я должен его разломать, разрушить и разбить, чтобы оно в таком состоянии разломанном нравилось Богу? Но мы с вами понимаем, что к этому мы приходим, осознавая самих себя. Я-то не достоин Богу жертву приносить. Я этого не заслужил, чтобы Он меня слушал и от меня что-то принимал. Я этого не достоин. Но через жертву Иисуса Христа Он удостоил меня этой милости. Слава Господу! Он удостоил меня этой милости, и Он слушает меня, видя, что я поверил Ему. И каждый из нас именно через этот факт достоин того, чтобы приносить Богу жертву и полностью быть уверенным, что Ему эта жертва нравится, и Он ее принимает. Слава Господу! Бог приучал сознание своего народа приносить жертву через священников. Помните, я не буду цитировать эти места, но Он говорит, принеси священнику, приведи этого жертвенного животного к священнику. Он пусть сделает то и то, помажет твоей ухой, большой палец правой ноги там, кровью покропит, роги жертвенника, остатки выльет под жертвенник, все, ты прощен. Принеси священнику. И всегда приучал, не сам там втихаря, возле палатки своей, возле шатра, забил этого козла, помолился как смог за него, все, я прощен. Нет. Иди, приведи. Вот через всю эту деревню и через весь стан. Мы уже как-то с вами говорили, что больше миллиона, даже если так представить, в одноэтажном порядке, это огромное, огромную территорию занимали. Даже колонна вот этого всего путешествия, если вышло оттуда хотя бы миллион предположить, хотя ученые расходятся в мнениях и говорят от трех до двух миллионов вышло, хотя бы миллион предположить, если они будут идти колонной шириной в 10 человек и каждой колонне нужно примерно полтора метра для того, чтобы им на пятки следующие не наступали, то это будет колонна около 150 километров длиной. Представьте, 150 километров длиной. Здесь начало, а далеко за Юргой или далеко за Кривошейно. Конец этой колонны вот такой широкой. Как это все организовать, подчинить и так далее. Когда они располагались лагерем, вставали станом, это огромная территория была. И представьте того, кто осознал, что он согрешил, но он живет на краю этой территории, там где-то возле Кривошейно. И ему надо в центр, ну центр где получится, наверное, где Каргала, где-то в этом расстоянии. Понимаете, да, кто ездит по дороге? Ему туда, или из Томска в Каргалу, или из Кривошейно в Каргалу нужно было везти своего быка и идти мимо палата к других, потому что очень плотно они жили. И все видели, а с быком в центр пошел. Все ясно. Все ясно. Но его это не интересовало. Он шел принести жертву Богу, потому что он его любит, и он хочет чистоты, и хочет прощения Божьего. Его остальное не волнует. И он шел сокрушаясь сердцем. Ему хватало этой дороги несколько дней пройти, чтобы принести, осознать глубоко и сокрушиться сердцем, потому что очень глубоко он сожалел, что огорчил Бога. Но ему охота этой чистоты, охота святости, о которой Бог говорил, что она возможна. И он с этой верой шел, чтобы ее получить. И получал. Слава Господу. Слава Богу. И Бог говорит нам, что жертва Ему, во-первых, это дух сокрушенный, это сердце, смиренное перед Ним. И другое говорит нам, мы читаем с вами из книги пророка Исаии, из первой главы, о том, что жертва Богу должна быть честная, непритворная, не какая-то выдуманная, неприкрытая, не замаскированная какими-то добродетелями, но должна быть честная. Мы прочитаем из первой главы и с 11, наверное, ну, можно выборочно, до 17 стиха, где Бог говорит к своему народу, который Он очень долго приучал и учил, ожидал от них, что они будут жертву приносить Ему правильно. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, крови тельцов, агнцев, козлов не хочу. Когда вы приходите и являться предлицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячие и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. И 17 стих. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Слава Господу! Состояние духа, негодное для Бога, так как они поступают, так как себя ведут, это очень не нравится Богу, но при этом они научены, нужно приносить жертвы. Вот тебе множество курений, вот тебе быков мы накупим, наразведем. Да вот, Господь, пусть это все дымит перед тобой, наших сердец не трогай. Бог говорит, мне это не нужно, заберите отсюда. Вы пришли топтать дворы мои, вы не пришли сокрушаться передо мной, вы не пришли умоляться передо мной, вы не пришли осознавать глубоко, что я ваш покров, я ваша защита, не пришли из сердца мне воздать благодарность. Если бы вы с таким сердцем пришли, сокрушенным и умоленным, мне бы и быков не нужно было всех этих. Вот я на основное, что смотрю. И они вот это потеряли, это состояние, и Бог через пророка говорит к ним, поправляет их, поправьте это, научитесь делать добро. Вот во что идите, вступайтесь за сироту, обращайте внимание на вдову, заботьтесь, то есть поправьте сердце свое, тогда придите и рассудим, тогда мне ваши жертвы будут приятны. Слава нашему Господу. Другое состояние, жертва должна быть жертвой. В книге пророка Малахии мы читаем с первого стиха, с первой главе, и прочитаем с вами седьмой и восьмой стих. Книга пророка Малахии, первая глава, седьмой и восьмой стих, где Бог, видя, что народ его жертвы ему приносит, но приносит такие вещи, которые самим им не нужны, они надоели в их домах и шкафах, и он говорит, вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет он доволен тобою и благословенно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Достаточно, да? Достаточно. Понятно, что в нашем народе, в нашей культуре есть подобные выражения, которые люди что-то подметили и говорят, на тебе, Боже, что мне не гоже. Это никуда не годится. Жертва должна быть жертвой. Жертва – это значит, когда я ценное для меня, которое принесет мне самому пользу, доброхотно, добровольно отдаю во славу Божью. Я бы сам пользу получил от этого, и неплохую пользу, но я принимаю решение своим спасенным, любящим Бога сердцем отдать это ради Бога. Вот Бог говорит, вот тогда это жертва. А так это лучше не приносите по-другому. Лучше отдать ее, рядом с контейнером сложите, пусть его заберут и отвезут туда, куда оно должно уже лечь. Но то, что ценное и дорогое тебе, принеси, дай по расположению твоего сердца, это будет жертва Господу. Пусть Господь нас благословит. И следующее, мы с вами понимаем, что жертва, уже говорили об этом, она возможна только через Иисуса Христа. И вот хвала, общение и благотворительность, это уже виды жертвы. И мы с вами понимаем, что хвала подобающая, то есть та хвала, которой Бог достоин и которая радует его сердце. Мы понимаем, что тут наших природных и естественных способностей никогда не хватит. Никогда не хватит. И когда мы встречаемся с этим несоответствием или вернее неспособностью, осознаем ее, моей природной, скажем так, развитости какой-то, наученности естественной, не способен я ею Бога прославить. И при этом нуждаемся в чем-то сверхъестественном действии, чтобы стать способным прославить Бога той хвалой, которой он достоин, мы с вами получаем подкрепление от Духа Святого. Слава Господу! И при исполнении Духа Святого славим Бога той хвалой, которой он достоин, и она принимается им. Слава Богу! Слава Господу! Вот здесь мы понимаем, что мне необходимо исполниться Духом Святым, наполниться, чтобы Бога прославить той хвалой, которой он достоин. И если я от этой заботы отвлечен, занят своей одеждой, занят своими делами, занят своими нуждами, естественными моими способностями, я не могу Бога прославить, потому что сердце отвлечено и Духом Святым не наполнено. И такая хвала той силы не имеет. Но, смотрите, слово само хвала и воздавать плод уст прославляющих имя его в другом написано в переводе плод уст признающихся ему в любви. Греческое слово омология обозначает сознаваться, признавать публично, признаваться в любви и так далее. Когда вот эти события, скажем, в нашей жизни есть, то мы делаем... Я помню, как я, Ксюша, сознавался в своей любви. Вот она сидит, сейчас улыбается. И вот это было омологией. Я тресся весь, я думал, как... Ну, Ксюша, ну, прости, вот так было. И думал, как это все сделать? Ну, как? Ведь это же как бы... Братья, вы меня понимаете. Ваше понимание мне помогает. Как бы это сделать? А вдруг скажут, извините, мне ваши чувства... Ну, вот. И вот это вот внутренний вот этот трепет, мое переживание, потому что это честно все было. Понимаете, сокровенное самое. А сокровенное-то показать со страхом, что потом вдруг это твое сокровенное, оттолкнуть и скажут, не надо. Страшно, правда? Когда недрагоценно, это, ну, пнут, так пнут, выкинут, так выкинут. А когда ценно, это по-другому мы подходим. И вот это вот признание в любви, но святого сердца, наполненного благодарностью Богу. Вот это признание ему в любви, это есть плод уст, прославляющий химия его. Аллилуйя. Слава Богу. Когда мы говорим Бог, ну, разве я могу тебя не благодарить? Ты мне такую любовь явил. Кто я такой? Это горсть праха, за которую ты отдал такую великую жертву, которую ни с чем земным сравнить невозможно. Я могу тебя только благодарить. Я могу тебя только славить. Я еще не совершен в том, чтобы любить тебя всем сердцем. Я к этому буду стремиться. Помоги мне и благослови меня. Я хочу всей жизнью угождать тебе. Слава Господу. И вот это слово в тексте следующее, что автор говорит в этом послании к евреям, что плод уст прославляющих, имя его, непрестанно будем приносить. Смотрите, то, что мы дальше еще посмотрим на благотворительность и следующие виды жертв. но само слово непрестанно оно не говорит, чтобы я ходил и у меня рот не закрывался. Слава Богу, слава Богу, слава Богу везде. Нет, конечно. Это же говорит о том, что это образ жизни. Аминь, друзья. Только так можно понять слово непрестанно. если я пришел сюда в хор, спел псалом, слава Богу, вышел и забыл, кого я славил, и опять тем образом в жизни живу в суете, буду ругаться, там плохие слова говорить, людей не любить и так далее. Бог скажет, да нужна она мне, мне это не нравится твоя жертва. Потому что непрестанно я ожидаю от тебя и меня. И во время подготовки твоей, и во время служения, и во время каждого, и во время твоего сна, и во время пробуждения, и во время заканчивания, во время всякой работы непрестанно говорит о том, что это образ жизни. Вот когда мы так живем, как говорит его слово, и пронизаны духом его, конечно, эта жертва Богу, она будет им принята, а это вся жизнь христианина, слава Господу. Это вся его жизнь. И выражаясь такими словами благотворения, мы с вами понимаем, что это вообще образ жизни, жить теми добрыми делами, которые не только проявились, когда я покаялся, обратился к Богу, но и на продолжении всей жизни, от момента моего обращения до самого прихода Иисуса Христа за его церковь. это слово, которое говорит нам, что мы учиться должны делать добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Об этом Павел пишет в послании Кефициальном во второй главе, мы читаем с 10 стиха и до 13, ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе для того, чтобы делать добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И если мы будем читать послание Тита, то там не раз обозначается, Павел пишет и говорит Титу, смотри, учись, чтобы наши умели делать добрые дела, чтобы они учились делать добрые дела, и все на то говорит, что сердце, принявшее эту жизнь, оно должно быть открытым для того, чтобы эта жизнь Иисуса Христа через каждого святого реальными делами добродетели радостно и свободно являлась среди других людей. Слава Господу! Радостно и свободно! Сестры подтвердили сегодня этот псалом, не бойся свято жить, не бойся добродетельно жить, не бойся жертвовать ради Господа, потому что это не растрата. Возлюбленные, я не раз встречался с такими мыслями в своей голове и не раз слышал такого рода, как бы сказать, мнение, что давать Богу, зачем давать, сколько тратить можно? Жертвовать ради Бога это что, тратить? Это что, тратить? Сейчас времена кризиса, надо ложить меньше, скромнее, потому что приход меньше, а вера где? А вера где? если мы говорим, что жертва Богу это трата, это убыток, да какое тогда наше сознание, где наша вера? Бог, я знаю, в кого уверовал, и я даю тебе, не боясь, что я без куска хлеба останусь, это для меня благословение, аллилуйя, слава Богу! И когда мы десятиной приношением и жертвами нашими славим Бога, это не расход для меня, это не расход, это благословение, это наслаждение, почему, смотрите, друзья, Римлином 15 глава 9 стих Павел говорит, что нам спасение для язычников дано из милости, чтобы славили Бога, из милости, чтобы славили Бога, поняла, Наталья? Чтобы славили Бога, и вот этими жертвами, которыми учит нас Новый Завет поклоняться Ему. И когда говорят люди, мне нечем десятину принести, мне нечем сокровищницу положить, я воздерживаюсь от такого резкого, скажем так, ответа, так хочется сказать, не лги, ну, по-простому, потому что это неправда, не хочется, а не не можется. Значит, сердце мое не получает благодать, потому что у меня нету желания дать то Богу, чтобы его имя было прославлено. Давайте в доказательство этого посмотрим с вами на 8 и 9 главу послания апостола Павла Коринфина, где он говорит, свидетельствую о благодати Божьей данной церквям македонским, что они при великом испытании скорбями, при великом испытании скорбями, среди глубокой нищеты изобилуют радушием, и собрали столько много, и умоляли нас, возьмите, отнесите святым в Иерусалим, что нам даже, мы когда посмотрели, сколько это всего они принесли, нас это смутило, это очень много, они говорят, братья, мы и самих себя отдадим, только помогите святым в Иерусалиме. среди великого испытания скорбями и глубокой нищете, мы сегодняшним словом одним, как это называем? Но, кризис. А они говорят, мы получили благодать от Бога, поэтому возьмите, это не растрата, это для нас благословение, что мы святым Божьим детям можем послужить вырусалими, хотя бы этим. Павел говорит, от такой огромной суммы, которая собралась, мне даже страшно стало. Я собрал со собой братьев, чтобы на нас не было осуждения, чтобы когда узнали, что сколько вы принесли, никто бы не сказал, вы что, ограбили кого-то? Я собрал братьев, которые могли бы подтвердить, нет, нам это все дал Божий народ, это жертва Богу, слава Господу. Это вера, это вера, которая смотрит не на то, что кошелек опустеет, а которая смотрит в небо и говорит, Бог, я никогда нищим не стану, я знаю, в кого уверовал и чье я дитя, аминь, слава Богу. И жертва, а тут, друзья, еще, в наше сознание приходит такое понимание, как рассудительность, и знаете, друзья, я столкнулся сам с этим фактом, потом меня Бог воспитал одной мыслью, рассудительность использовать бывают люди к тому, чтобы уклониться от помощи другому, я рассудил и подумал, так у тебя же родственники есть, вот пусть они тебе и помогут. Здорово распорядился рассудительностью, она дана не для того, чтобы уклониться от жертвенности, а для того, чтобы узнать, как помочь, как помочь, как сделать так, чтобы Бог прославился, вот для этого нам дана рассудительность, пусть Господь нас всех благословит, понимать, что значит в добром деле быть рассудительными. И то, что общительность это жертвенность, которую мы должны в себе развивать и поощрять, когда мы друг друга видим, что кому-то ну не такой общительный, как современное слово, кому не коммуникабельный, что он не может так быстро соединяться с другими людьми, там свободно в гости приходить, подметить его и сказать, давай приходи ко мне в гости, приходи к нам в гости, посмотри, а там уже приготовить для него что-то, чтобы ему было хорошо. Общительность не оставляйте, это жертва, это я должен своим временем потратить, я бы это время потратил на то, чтобы дома там плинтусы прибить, шторы повесить и так далее, а так я буду гостем занят. Но Бог говорит, это не растрата, это не лишение, это благословение для тебя, потому что через это прославится мое святое имя, слава Господу, аллилуйя. И когда мы обращаем друг на друга внимание, там в компьютер себе занесем, у Жени тогда-то день рождения, у Наташи тогда-то, у Андрюши тогда-то, у Юли тогда-то, и со временем раз туда смс-ку отправим с днем рождения, это общительность наша, мы это должны поддерживать и возгревать таковые жертвы угод, благоугодны Богу, они значит нравятся ему, по сердцу ему, и мы как христиане Божий народ в это должны смело входить, не стесняться так жить, а смело этим жить, потому что это наше наследие, слава Господу, об этом сегодня Бог обращается и говорит нам, как своему народу, Он дал нам эту милость, из милости, чтобы язычники славили имя Его, аминь. поблагодарим Бога за это. Спасибо.